Привет всем, ребят! Это Рамузыка. Внимание! До меня дошли слухи, что кто-то совершает покушение и нападение на мою Олечку Бузову, на богиню шоу-бизнеса. Кто посмел поднять свою руку? Как эта девушка из Comedy Battle или как её там? Кто посмел? У кого хватило наглости наехать на королеву после того, как она записала 6 хитов и сняла 4 клипа? Я просто записала 6 хитов за 5 месяцев и сняла 4 клипа. У меня не хватает терпения. Годы, потраченные на просмотр Дома 2 и любовь к Олечке Бузовой, стёртой какой-то девочкой из интернета. Вот когда построишь свой Дом 3, вот тогда и будешь гнать на Олечку Бузову и её Ольганаторов. Пришло время понять, что там за Биг Рашен мама, почему она Биг, почему она мама и достойна ли она быть троллем Бузёныша. Давайте смотреть. Данный контент не преследует цели оскорбить кого-либо или что? А является естественной реакцией на некоторое творчество в кавычках. Персонажи вымышленные, совпадение случайное. Она написала творчество в кавычках! Интересно, Биг Рашен мама понимает вообще, что если написать дисклеймер, мол ничего личного, а потом сказать, что ты говно, что это тоже оскорбление. Реакции над некоторой творчества. Реакции делаю я. А заранее подготовленный песня и клип, это продуманный и приготовленный абсёрт человека напрямую. И мне, кстати, нравится, под видео написано официальный диск на Бузову. Да, сразу видно, не оскорбление, просто так, для развлечения. Она что, мулатка что ли? Это же блэкфейс, так нельзя снимать, это же расизм! Не пой, Бузова, не пой. Бузова, не пой, Бузова. Как прикольно, что она поёт Бузова, не пой, Бузова, не пой, а сама ни в одну ноту попасть не может. Обычно такие люди, 90% таких людей становятся рэперами, чтобы не пришлось оправдываться за автотюн. И в лесу. Микрофон охуел. О, господи, а это, а это что за пила? Какой вокал. Кстати, новая часть пилы будет в этом году. Почему мужики думают, что если вставить мат в одну из строчек, то рэп будет звучать намного круче? Это же как мелизмы, тут нужно всё в тему и к месту. Детский сад. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Вот тебе премия на воротник. Эти строчки вообще можно было выкинуть. Это уже становится пародией на какого-то хорошего рэпера. Слов много, а толку мало, и ещё и не смешно. Олечка выигрывает! 1-0 в пользу Олечки. 1-0 в пользу Олечки. 2-0 в пользу Оля певица. Нет! Нет! Я первый пошутил над тем, что Олю нельзя называть певицей. И потом стыдливо забрал свои слова обратно. Потому что люди не верили, а она смогла. А люди не верили. Ты ракушку свою показала? 2-0 в пользу что ли? Как это, раз, слышит, раз видится? Во-первых, мы не используем бранную лексику здесь Нужно говорить вульва Это раз А во-вторых, ракушка была очень даже к месту В нужном месте в нужное время Кстати, говорят, если подставить ухо, то можно услышать море Мало-мало половин И песенка Мало половин И что с того? Это правда, половина есть у Яблока Оли Кроме Оли Потому что Тарасов потерял богиню шоу-бизнеса Интересно, сколько тейков понадобилось Биг Рашен Маме, чтобы записать этот бридж На самом деле, не намного лучше Бузовой Шкур-кур-кур Вот это прикольно Вот это классно Во-первых, игра слов Эстрадного вокала Очень классно Вот здесь пять с плюсом А во-вторых, Филипп Киркоров уже давно Взрослый дядечка Я думаю, он сам за тебя постоит Али сейчас не до этого Ну поешь и ладно Ну хотя бы не танцуй Она дает танца Хотя бы не танцуй Между прочим, Биг Мама сама-то не очень-то смешнявенько трясет задницей Да ну вас к черту, она еще к Берковой Лене пристала Лена моя богиня Смотрите, она еще и на Беркову позарилась Я считаю, что это вопиющий случай Начиная с Блэкфейса и заканчивая сомнениями в идеальности Оли Кыш отсюда, кыш! Со своим одним видео и 14 тысячами подписчиков Слушайте, отдельный канал аж создан Артист на нового не похож И бюджет довольно у видео приличный Так что мне кажется, что это просто второй канал какого-то человека И значит будут еще видео Не дай бог про Олю Гнев Ольга Наторов будет сильным Ну что, ребят, если вы тоже в шоке Заходите на канал, заходите в плейлисты Там все рассортировано и очень удобно смотреть Видео выходит каждое воскресенье Иногда и в четверг У меня аж голос сел Подписывайтесь, еще увидимся Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok